Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, это мое последнее видео. Это мое самое последнее видео по поводу биткоина, в котором я собираюсь дать вам предупреждение о том, что я расскажу позже. Три с половиной года назад биткоин достиг шести с половиной тысяч долларов. Я говорил вам, ребята, что нужно переходить на бычью сторону. Я могу показать вам твит, доказательства и все остальное. Я показывал вам один индикатор, который спрогнозировал будущий буллран. Сегодня я покажу вам ту же самую вещь снова. Сегодня я покажу вам тот же самый индикатор. Так что давайте перейдем к сути. И также очень важно, дамы и господа, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал. Ютуб не продвигает криптоконтент настолько сильно, насколько должен. Ютуб, в общем-то, почти вообще его не продвигает. И нам нужно показать ему с лайками, комментариями и всем остальным, то, что это видео должно получить гораздо больше показов. Так что присоединяйтесь ко мне на этой миссии, я буду очень вам благодарен. А сейчас давайте перейдем прямо к контенту, дамы и господа. Итак, давайте для начала покажу вам вот это. 29 апреля я с вами поделился следующим. И да, мы еще поговорим про цены и про все остальное. Важные новости по поводу биткоина. Биткоин только что вырвался из капитуляции, судя по нереализованным прибыли и убыткам. На блокчейне. Посмотрите, это было ровно после того, как мы опустились после коронадампа. И как раз таки перед максимумом бычьего рынка. Если посмотреть на график биткоина, вы знаете, что произошло после. У нас появился просто огромный забег наверх. И сейчас, 7 минут назад, я запостил вот это. И не говорите, что я вам не рассказывал. И вот в этом-то и суть, ребята. Перед тем, как перейду обратно на графики, дамы и господа, люди все равно будут говорить о том, что я ничего такого не говорил. То же самое было и раньше, еще до того, как я запостил этот твит. 3,5 года назад люди тоже говорили, что я ничего не рассказывал. И сейчас я снова делаю то же самое. И давайте расскажу вам, что я ожидаю, судя по этому графику. Жду ли я, что цена взлетит сегодня, на следующей неделе или в следующем месяце. Я обо всем этом и расскажу. Каждый раз, когда биткоин находится здесь, между желтой и оранжевой зоной, знаете, вот что я вам скажу. Покупка внутри этой оранжевой зоны, после выхода из красной зоны, никогда в истории не было плохой идеи. По сути даже. Каждый раз в истории это было самое лучшее время для покупки биткоина. Если вы покинули красную зону и купили биткоин, тогда, конечно, он еще может уйти ниже. Но учитывая то, что минимум медвежьего рынка уже позади, мы, скорее всего, уже никогда не получим такие же цены. И второе лучшее время сегодня. Это то, что вам нужно держать в голове, дамы и господа. Давайте вернемся с вами вот на этот график. И да, конечно, давайте держать в голове то, что мы еще можем уйти ниже, конечно. Но в общем и целом, если вы купите сегодня, судя по истории, даже если самое худшее наступит, мы пробьемся через поддержку, и у нас будет последняя встряска. Неужели вы правда думаете, что вы действительно такой крутой трейдер, входите в одну десятую процента лучших трейдеров, который идеально сможет поймать свечу перед огромным отскоком, и взлетом еще выше? Вы действительно считаете, что у вас это получится? Я вам вот что скажу. Да, у биткоина есть еще шанс опустить последний фитиль вниз. Это вполне возможно. Но если смотреть в общем и целом, уйти вниз мы можем только ограниченной. А вот наверх как раз, как минимум, если учитывать инфляцию доллара, держать ее в голове, и при этом потенциальное движение наверх на биткоине, без изменения покупательной способности, только движение биткоина почти не ограничено. Это то, что вам нужно держать в голове. И если вы все еще ищете лучшие возможности для покупки биткоина, по моему мнению, это было, конечно, на минимуме медвежьего рынка, но второй шанс как раз таки сегодня. Именно поэтому у меня до сих пор открыты мои трейды. И да, я должен признать. Если мы пойдем ниже, а это возможно, я, возможно, заберу часть прибыли. На этом трейде все еще 570 тысяч долларов прибыли. На эфириуме 23 тысячи. Я, возможно, заберу часть прибыли. Я заберу то, что изначально вложил, и часть прибыли. Но я сразу же зайду обратно, как только мы достигнем критической поддержки, о которой я расскажу вам сейчас. При этом все, мой холдинг-портфель остается нетронутым, и я уже буквально не могу купить больше биткоина. Почти все, что у меня есть, находится в биткоине прямо сейчас. Ну и, конечно, часть в эфириуме. Эфириум также прекрасная вещь. Итак, давайте-ка для начала уберу EMA-рибон. У нас есть очень сильная поддержка. Биткоин подошел к очень сильной поддержке прямо сейчас. Это у нас недельные свечи. Ранее это было сильное сопротивление, и, как вы знаете, сильное сопротивление становится сильной поддержкой. В момент, когда мы пробьемся вниз, да, мы можем уйти ниже. Пока же мы не пробиваемся через это. Мы остаемся плюс-минус на бычьей стороне. Скорее, на нейтральной стороне, в краткосроке. Но в средние сроки и долгосроке. Просто посмотрите на вот это. У нас просто не может быть более бычьего настроя для биткоина. Мы находимся в оранжевой области, на этом графике от Glassnode. И это всегда либо надежда, либо страх. Надежда у нас появляется тогда, когда мы выходим с бычьего рынка. И такие времена у нас никогда не были. Давайте вернусь на фронталку. Такие времена никогда не были плохими для покупки биткоина. Это то, что я хотел сказать вам сегодня. Я хочу быть уверен в том, что когда через пару лет я буду рассказывать всем этим будущим миллионерам, которые будут заходить с нами в мультимиллионные трейды, тусить с нами в нашем клубе, и все в таком духе. В этот момент я не хочу, чтобы вы сидели и думали, блин, я все пропустил. Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте лайк, прокомментируйте. А если вы опытный трейдер, внизу в описании вы найдете ссылки на Bybit, по которым вы можете получить хорошие бонусы. Все находится внизу в описании, так же в прикрепленном комментарии. Огромное спасибо вам за просмотр, ребята. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. Да, сейчас уже ночь. И я спать собираюсь. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.